Та-дам! Вообще, я хотел сделать это достаточно эпично. И мне кажется, что у меня получится, если я просто надавлю вот здесь. И она такая, воспари. Аллилуйя! Ну, почти получилось. Серьезно, им было не жалко вот такой огромный поролоновый лист просто приклеить картонки, которые потом в итоге выкинут? Блин, зачем? Это же очень полезная штука. Я бы такую на самом деле себе оставил, но они её приклеили просто намертво. Черт возьми, с другой стороны тоже есть огромный поролоновый лист, который тоже приклеен картонки намертво. Люди, что с вами не так? Нет, ну серьезно, это самая странная упаковка, которую я когда-либо видел. Мне теперь даже жалко её выкидывать. Ну, я на самом деле вообще очень падкий на коробке, у меня до сих пор стоит коробка от 4К телевизора здесь. Она абсолютно бесполезная, она мне не пригодится, мне даже положить ничего нельзя, потому что она достаточно тонкая. Ну вот, ну не могу, ну вот, ну нравится мне это. А, здесь пломбу не надо срезать, её можно просто вот за стрелочку дернуть. Вот так вот тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Черт возьми, она какая-то получается, ну очень длинная, прям на всю коробку, чтоб наверняка. Зачем в комплекте Lightning Connector? Вот вопрос, который меня мучает, но с другой стороны, в принципе, лишним не будет. Клавиатура, Magic Mouse 2 и всякие бумажки, бумажки и это, я так понимаю, салфетка для противника экрана. Ничего себе. Ну и куда же, друзья, без фирменных Apple-овских наклеечек? Только вот куда их налепить? Нет, ну а чем вам наклейка не магнитик? Очень даже неплохо. Ну а теперь самый основной, собственно говоря, груз. Что, ради чего мы сегодня собрались? Apple iMac 2015 5K Retina. Очень необычный кабель питания, внутри вот, ну реально. Ну, в принципе, как всё у Apple, минимализм. Сзади висит какая-то пломба с какими-то предупреждениями, но здесь нет ни слова по-русски, поэтому мне, в принципе, больше. Просто вот так её срываем. В чём фишка iMac? Вот я его достал, ещё даже плёночку с него не снял, подключил его просто в розетку. И им уже можно пользоваться. Единственное только, я, честно говоря, не знаю, где у iMac кнопка включения. Нет, ну серьёзно, а где? Тут, ну, тут нет ничего. Может, надо в яблоко тыкнуть? Нет, не работает. Нет, серьёзно, где? Как включать? Может, на клавиатуре, типа? Честно говоря, я чувствую себя сейчас полным динозавром, потому что я не знаю, как его включать. Мне пришлось обратиться к инструкции, но вот зато здесь есть кнопка питания. Она находится где-то вот тут сзади. А, нет, с другой стороны. Где-то вот тут слева есть кнопка... А, вот, нашёл. Вот сейчас у меня появился во рту нехороший привкус. Это привкус члена во рту! Нет, ну серьёзно, я столько раз уже поливал Apple и в том числе iMac грязью, и вот теперь он стоит у меня на столе. И я попытаюсь объяснить вам, почему именно iMac, и почему я перестал считать его говном. Трик поратуртастен? Вести вельбрюкинапанатрилюлара пётчей куламакичей абэужич. Чтобы сделать русский главным языком, нажмите клавишу ретурн. Ретурн? Она сказала ретурн. 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 Самое главное здесь это, как говорится, начать. И, честно говоря, я не знаю, с чего здесь можно начать. У меня до этого всегда был ПК. Я первым делом скачивал себе Google Chrome, MediaGet, ну и дальше там по списку торрент-файлов. На Mac вообще торренты есть или нет? Этого я не шарю. В первую очередь, почему именно разрешение 5К? У меня цифровой фотоаппарат с полнокадровой матрицей 24 мегапикселя. Когда я начинаю обрабатывать свои снимки на Full HD экране, то изображение у меня получается как бы сжатое. И я не могу увидеть всей прелести своей матрицы. А если я не могу в полной мере насладиться качеством снимка своего фотоаппарата, тогда зачем всё это нужно? Именно поэтому и нужно разрешение 5К. В первую очередь для фотографов, чтобы можно было обрабатывать свои высококачественные изображения без какого-либо сжатия. Уже сейчас вы наверняка должны понимать, что эта машина ни в коем случае не для игр, хотя играть здесь можно. И поверьте мне, это будет даже лучше, чем на PlayStation. Да по сравнению с вот этим PlayStation должна забиться в какой-то дальний тёмный уголок и не то что плакать, она должна там просто рыдать по сравнению с тем, что может создавать вот это. Допустим, мы запускаем обычный StarCraft. И сколько по максимуму PlayStation 4 может вытянуть Full HD 60 FPS? Ха! 5120 на 2880! Вот столько должны тянуть игры, компьютеры в 2016 году! 5120 на 2880! Второй момент, почему я опять же выбрал для себя именно эту машину, связано с разрешением опять же 5К. Дело в том, что стандартная программа для видеомонтажа делится на три условные части. Окно предпросмотра, окно работы с медиафайлами и соответственно таймлайн, который занимает половину рабочей области. И вот это самое окно предпросмотра на экране Full HD, когда мы монтируем Full HD видео, фактически сжимается в 4 раза. А в разрешении 5К, вот это как раз четверть, которая занимает превьюшка, она показывается без сжатия в Full HD. И когда я накладываю какую-то обработку по цвету, баланс белого настраиваю или просто какой-то визуальный эффект, я могу увидеть конечный результат уже таким, каким он будет у меня на выходе. Соответственно опять же от этого повышается качество и удобство от работы. Ну а третий аргумент это удобство использования. Ни для кого не секрет, что вся техника Apple безумно удобная. Ну о чем тут говорить, если я могу перелистывать приложение, просто вот проводя вот так двумя пальцами по мышке. Это охренеть как удобно. На такой мышке практически невозможно играть в компьютерные игры, но никто не мешает мне подключить сюда обычную мышь, какую-нибудь Razer или Thermaltake игровую. А вот эта мышка реально удобна для работы. Ну смотрите, я вот так просто беру и перелистываю экран. Или взять например Apple клавиатуру. Она на самом деле немножко тупая, потому что знак вопроса находится вот здесь, а чтобы поставить запятую нужно с шифтом зажать вот сюда. А Йо находится вот тут, вместо привычного нам вот здесь. К этой клавиатуре нужно привыкнуть, но многие говорят, что такое расположение даже удобнее, чем классическое QWERTY для Windows. И опять же здесь есть быстрые клавиши, которые позволяют мне выйти в меню applications или свернуть си окра вот таким вот образом. Это все на самом деле очень маленькие детали, но с ними работать нереально удобно. В общем я думаю, что 27-дюймовый iMac с разрешением 5K в первую очередь предназначен для работы с ним и конечно же с видео и фотоконтентом. Вряд ли на нем получится комфортно поиграть в игры, но я очень надеюсь, что моя продуктивность именно в видеомонтаже и в моих фотографиях возрастет просто до каких-то космических высот. Ну по крайней мере я хочу в это верить. Это был очень краткий анбоксинг и мое первое впечатление от использования iMac 27-дюймов с разрешением 5K. И если вы, друзья, хотите увидеть на него более подробный обзор, то можете высказать свои пожелания в комментариях и поставить, например, лайк этому видео. Я не стал сразу делать на него обзор, потому что и без меня уже этого на YouTube достаточно, но если вам вдруг интересно мое видение по этому поводу, учитывая, что до этого я Apple в принципе никогда не использовал, я думаю, что это может быть интересно. Короче, если вы этого ждете, то поддержите лайками и своими комментариями. Вот, тогда, может быть, я сделаю более полноценный обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok